Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондуум рынки, о пассивном доходе, простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, давайте сегодня поговорим про нефть. С довольно любопытными высказываниями недавно выступил Александр Новак, это министр энергетики Российской Федерации. Ну и посмотрим на перспективы нефти, обсудим ее перспективы и посмотрим на котировки нефтяных компаний, как они ведут себя в последнее время. Я к нефтяной отрасли отношусь крайне скептически, ну и ситуация, которая складывается в мире последние дни, она мой скепсис только подтверждает. И перед тем, как мы начнем, попрошу вас поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья! Погнали! Ну вы знаете, друзья, не знаю, как у вас, у меня почему-то к выступлениям таких высокопоставленных российских чиновников. Отношение следующее, когда они говорят, что все очень и очень замечательно, просто супер прекрасно, я почему-то все это делю на два, на три или на пять, ну и понимаю, что у нас все, так знаете, средненько. Возможно, чуть выше среднего, но средненько. Если кто-то из наших чиновников говорит, что у нас все средненько, я понимаю, что у нас все плохо. А вот если говорят, что очень плохо, то я понимаю, что совсем катастрофа. Ну и вот Новак, он такой совершенно системный персонаж, и он, в общем-то, такой ретранслятор хороших новостей. Он всегда делает благоприятные прогнозы, и до недавнего времени по нефти он говорил, что все очень легко и быстро восстановится, что российская экономика эту ситуацию очень здорово переживет. Ну, это работа у них такая, сообщать нам только хорошее. Соответственно, это государственная система такого приятного позиционирования микроклимата в стране, всех экономических факторов. Поэтому, когда Новак или кто-то подобный Новаку начинает говорить, что, в общем-то, не очень все круто, тут я начинаю немножко как-то напрягаться, потому что я понимаю, что если это говорит Новак, значит, все на самом деле плохо. Ну и вот он выступал недавно на встрече министров энергетики G20 и заявил, что восстановление энергетической отрасли в мире не будет быстрым, а выход на докризисный уровень займет много времени. Структура энергетической отрасли будет трансформироваться как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Восстановление не будет быстрым и будет характеризоваться достаточно длительным выходом на докризисные показатели, заявил Новак. По мнению министра, энергетический сектор как двигатель мировой экономики должен стоять в авангарде эффективного преодоления кризиса и последующего восстановления рынка. Ну, я не знаю, откуда у него такое мнение. Ну, понятно, он министр энергетики, да, если бы он был министром спорта, он, возможно, спорт бы продвигал, но во всем мире энергетика давно уже не является никаким локомотивом, никаким двигателем мировой экономики. Это уже совершенно другие сферы, совершенно другие отрасли, которые в России традиционно тормозят и их просто не развивают. Потому что для этого надо что-то делать, для этого надо вкладывать инвестиции, для этого надо оплачивать труд специалистов. Гораздо проще просто качать вот эту нефтяную жижу черную из земли, ну и радоваться тому, что она дорого стоит и считать, что ты эффективный управленец, коль скоро получил в наследство от нашей планеты такой ресурс и просто бездарно по большому счету его расходуешь. Ну, вот у Новака такое мнение. По его прогнозам спрос на нефть в мире по итогам текущего года в среднем будет на 10% ниже, чем в 2019 году. Новак отметил, что на текущий момент инвестиции компаний в нефтедобычу сократились на 25%, какая печаль, а спрос на продукцию нефтепереработки упал примерно на 28-30%. Но ложечка меда вкусненького, конечно же, нашлась. Министр добавил, что Россия намерена сделать все, чтобы не допустить коллапса в глобальной мировой экономике. Александр, ну объясните только, что вы намерены сделать. Больше качать вы не можете, потому что у вас ограничения ОПЕК. Больше продавать вы не можете, потому что нефть это никому сейчас не нужна. Вы сами об этом говорите, потому что падает спрос на 28-30%. Если, не дай бог, сейчас грянет новая волна ограничений, то спрос может упасть еще больше. Так что вы планируете сделать в этой связи? Может быть, наконец-то слезть с нефтезависимости, о которой 20 лет твердите? Но вот это Александр, к сожалению, не пояснил. У меня возможности задать ему этот вопрос нет, поэтому вопрос остается риторическим. Ну и давайте посмотрим стоимость нефти в текущий момент. Бренд за день падает на 0,64% и стоит 42 доллара 14 центов за баррель. Российская Юрлс торгуется по цене 4,108 и за день теряет 0,44%. Ну, определенный кризис нефтяной отрасли совершенно очевиден. Он налицо, он понятен даже новуку. Ну, точнее, новуку он понятен в первую очередь, значительно лучше, чем мне или кому-то еще. Просто он, если раньше говорил, что все будет хорошо, говорил, что к концу года нефть вернется, спрос, точнее, на нефть вернется к докризисным показателям, то сейчас уже даже новок вынужден признать, что ситуация очень скверная, друзья. И это очередной триггер для нас, очередной посыл, что надо быть очень аккуратным с акциями нефтяного сектора, с акциями нефтяных компаний и вкладывать в них сейчас деньги. Мне кажется, это еще более неразумная идея, чем, скажем, год назад. Хотя и тогда ситуация в нефтяной сфере была очень и очень тревожная. Но мы видим, что нефть никак не может вернуться даже к 44-45, сколько она стоила в начале месяца. И вопреки всем прогнозам, оптимистичным прогнозам, ситуация все усугубляется и усугубляется. Ну и давайте, друзья, в завершении посмотрим на котировки основных российских нефтяных компаний, посмотрим, как они вели себя последнее время. Вот давайте начнем с Роснефти. И мы видим, что за неделю Роснефть прибавила на 1,3%. А вот за месяц минус, минус 2,9. За полгода компания в плюсе, друзья, как ни странно. То есть, если бы вложить деньги в эту компанию полгода назад, то можно было бы, в принципе, неплохо заработать. Так, вот здесь вот у нас информация с как раз конца марта. Ну, был хороший отскок, который начался где-то с апреля, продолжался он по июнь. Но тогда мы помним, что и весь рынок очень хорошо рос. И вот нефть достигала, акция, точнее, достигала 402 рублей. Но потом ушла в коррекцию до августа, потом снова был небольшой рост до конца августа. И сейчас снова просадка. Ну, вот такое вот поведение актива. Но за год те, кто вложил в компанию, потерял бы 10% годовых от ее стоимости. Общий график Роснефти, в общем-то, выглядит обнадеживающе. Но последние события, конечно, на перспективах компании ставят, если не крест, то как минимум малюсенький крестик, на мой взгляд. Лукойл, друзья, это компания, единственная нефтяная компания, которая осталась у меня в портфеле. У меня две акции Лукойла. И я вижу, что она падает. Я наблюдаю за ней периодически. За неделю Лукойл потерял 2,5%. За месяц падение более 12%. За полгода компания тоже в минусе. Минус 0,58. Ну, как ни странно, Роснефть даже обгоняет Лукойл на этом отрезке. Хотя я почему-то допускал и предполагал, что все будет наоборот. Ну, и за год у Лукойла тоже грустные цифры. Минус 14,6. Так, вот у нас с конца февраля обвал. Ну, и потом была попытка восстановления примерно к июлю. И потом акция снова ушла в коррекцию. Я подумаю, если честно, Лукойл продавать в октябре. Скорее всего, буду полностью от нефтегаза избавляться. Общий график Лукойла выглядит интереснее, чем по Роснефти. Но это было, друзья, давно и неправда, когда черное золото стоило 80+. Татнефт, префы, друзья. Ну, и тут что-то совсем все печально. Минус 10 за неделю. Минус 18 за месяц. Минус 13 за полгода. И за год минус 33,5%. Ну, такой прям очевидный аутсайдер российской нефтянки. Хотя до недавнего времени, я помню, Татнефт, префы считались довольно крутой акцией. И, по-моему, даже многие аналитики, вот брокеры открытия, был период, рекомендовали эту компанию держать в портфеле. Ну, и закончим, давайте, друзья, Газпромом. Не нефть, конечно, но нефть и газ. Все равно отрасли схожи. И мне любопытно посмотреть, что происходит с Газпромом. Еще и потому, что я недавно от Газпрома избавился. Я получил по нему в конце июля, по-моему, дивиденды. И решил компанию продать. Не верю я больше в нефтегаз вообще. Ну, и вот за неделю минус 4,27 по Газпрому. За месяц минус 6,7. За полгода минус 5,62. И за год минус 25,5%. Заходил я в Газпром, когда он стоил высоковато. Получилось, что зашел на пиках, потерял на нем деньги. Ну, и больше я во всем этом принимать участие не хочу. Ну, вот такой, друзья, небольшой дайджест этой темы. И у меня утверждается во мне убежденность, что поступил я правильно. И что эта отрасль для инвестора не представляется перспективной. Если у вас другие мнения, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Я все-таки склоняюсь к тому, что из этих отраслей надо сейчас не то, что выходить, а просто выбегать и перекладывать деньги во что-то более адекватное. Все, друзья, всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего дня, друзья. Пока-пока.